Пролетал я 42 года, из них 10 лет военным лётчиком, 13 лет лётчиком-испытателем и 19 лет пилотом гражданской авиации. Мне повезло в том, что мне посчастливилось работать на 47 типах самолётов и вертолётов, их модификации. Всех классов, и не маневренных, и маневренных, то есть истребителей, и вертолётов. Тут такая беда существует. Чем выше профессиональный уровень организации, которая занимается полётами, а организация лётно-испытательной работы, она всё-таки собирает специалистов несколько выше среднего уровня в своих рядах. Так вот, чем выше уровень специалистов в лётной организации, тем меньше вероятность действительно настоящих дружеских отношений среди людьми, среди людей, между людьми. Почему? Потому что обязательно возникают вопросы борьбы за лидерство. За то, кто лучше. А этот вопрос сразу опускает человека духовно. Он ему подрезает не то, что крылья, он ему ноги подрезает. Этот вопрос лидерства человека опускает, так же, как спорт любой. Так же, как любое дело, в котором человек стремится стать лидером. Поэтому большинство испытательных организаций больны этой проблемой, которая мешает нормальным взаимоотношениям в коллективе. И если руководство этой организации прикладывает большие усилия для того, чтобы сохранить в организации или в коллективе человеческие отношения, действительно человеческие, то это удается. Но, во-первых, не всегда, и, во-вторых, не в той степени, в которой хотелось бы. Если это делается. А если это не делается, то там начинает обязательно процветать и зависть, и недоброжелательство, и прочее. Среда испытательных организаций в том, что нет постоянных экипажей. Этот факт часто становится причиной неоптимальности в работе экипажей. Ошибок. Я уже не говорю о летных происшествиях, и это бывает. Наверное, большинство летных происшествий все-таки происходит по вине. Либо находящихся в кабине, либо за пределами кабины летательного аппарата. Но, повторю, это беда испытательных организаций. Отсутствие постоянных экипажей. Отсутствие взаимопонимания и сработанности. Отсутствие взаимопонимания и сработанности.